Альбина Семеновна! Альбина Семеновна, вы нас заливаете! Альбина Семеновна! Альбина Семеновна! Альбина Семеновна Макова, 1945 года рождения, живет здесь одна. Смерть наступила около двух часов на взятку. А причина смерти? Признаков насильственной смерти я не обнаружила. Скорее всего, это сердечный приступ. Она попыталась вызвать скорую помощь, но не успела. При чем тут вода? А вода здесь при том, что когда у нее случился сердечный приступ, она мыла посуду. А сток в Майке давно забит. Вот и все. Ясно. Значит, в этот раз не будет ни загадочных убийств, и ни неожиданных улик. Ничего, повезет в следующий раз. А вы что, уже уезжаете? Да, уезжаю. А здесь больше делать нечего. Как это нечего? Здесь же человека убили. В смысле? Подождите, вы кто? Я Аня, соседка снизу, это я вас вызвала. И почему вы думаете, что ее убили? Как почему? Я вчера вечером заходила к ней с Олей занять. Она здоровая была, веселая, ни на что не жаловалась. Анечка, в этом возрасте это абсолютно нормальное явление. Сердцу не прикажешь не только в любви. Нет, 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 не верю я. Это риэлторы эти, они ее убили. Подождите, какие риэлторы? Которому Альбина Семеновна квартиру отписала. Ясно. По-моему, мы с тобой поспешили с поводами. Соседка уверена, что старушку убили из-за квартиры. Мотив серьезный. Но я не думаю, что все риэлторы убийцы. Я проверил документы. Альбина Семеновна действительно заключила договор на пожизненное содержание с агентством недвижимости «Комфорт». А что это агентство со многими пожилыми людьми заключает договора? Ну, на рынке они давно, но аномального количества смертей среди их клиентов не наблюдается. Извините за опоздание. Надеюсь, что это уважительная причина? Да, я делала кое-какие анализы и готовила бумаги по вскрытию. Ну что, можешь назвать причину смерти? Отек мозга. Я считаю, что Альбина Семеновна умерла от гипогликемической комы из-за резкого снижения уровня глюкозы в крови. А какова причина? На правом ведре я обнаружила след от тонкой иглы. Возможно, это укол инсулина. Ткани вокруг укола я отправила на анализ, так что скоро я буду знать точно. Инсулин? А разве Альбина Семеновна была диабетиком? Ну, диабет в старческом возрасте — это не редкость. Понятно. Ну, а когда придут результаты анализа? Думаю, в течение часа. Так. За это время проверю медицинскую карточку. Как только будут результаты, сразу меня сообщи. Ну что, я изучила больничную карту Альбины Семеновны. Никакого намека на диабет. Она умерла от укола инсулина, который вызвал гипогликемическую кому. Я считаю, это убийство. Или самоубийство. Или несчастных случаев. Скажи, она могла случайно перепутать лекарства? Судя по медицинской карте, она страдала витаминозом. Ей прописали витамины. И вполне возможно, она их принимала в виде уколов. Но при чем здесь инсулин? Откуда он мог взяться у нее в квартире? Ну, тем не менее, об убийстве пока еще рано говорить. Я сейчас позвоню оперативникам. Пусть они тщательно сделают обыск в квартире. По словам соседки Анны, вечером она заходила к Альбине Семеновной за солью. Когда она уходила, услышала, как та закрывает за ней дверь. И? А потом дверь почему-то оказалась открытой. Значит, кто-то пришел к ней с утра, сделал укол и ушел. Через какое время после укола наступила смерть? Капитан говорит, не более получаса. Иначе все произошло около десяти часов утра. Предполагаемый убийца ушел. Альбина Семеновна забыла закрыть за ним дверь. И ей стало плохо. И что нам искать? Любые детали, любое доказательство о пребывании кого-то еще, кроме хозяйки. Она была в тапочках. А вот еще одна. Скорее всего, она принесла тапочки гостю, а тут не одела. Нет, подожди. Я бы сказала, что гости, судя по размеру. Почему? Спокойно мог быть гость. Не подошел размер и не надел. Возможно, это все догадки. Эти тапочки, не запертая дверь. Она могла просто выносить мусор и забыть закрыть дверь. А тапочки здесь давно стояли. Вот и все. Ну, возможно, но. Ребята? Что? Когда Альбине Семеновне стало плохо, она мыла посуду. В умывальнике я нашел чашку. Теперь внимание сюда. О! У Альбины Семеновны не было помады. Господа, это зацепка. Молодец. Вот, шеф. Результаты экспертизы. На чашке, которую обнаружили в квартире убитой, обнаружены отпечатки пальцев и генетический материал, которые ей не принадлежат. Отпечатки свежие? Свежие. Я уверена, что из этой чашки пили чай вечером, накануне смерти Альбины Семеновны. Так, давайте уже называть это просто убийством. Согласен. Итак, убийца, судя по помаде, это женщина, пила чай в квартире Альбины Семеновны, потом сделала ей укол инсулину вместо витаминов и спокойно ушла. Внимание, вопрос. А кто эта женщина? Ну, знаете, никто еще не отменял старое доброе правило. Кью Продрест. Что значит, надо искать того, кому выгодна смерть пожилой женщины. Ну, родственниц женского пола, претендующих на наследство, у нее нет там. С родственником вообще не густо. Есть только вот, Игорь, сын покойного мужа от первого брака. Так. Соседи говорили, что после смерти ее покойного мужа Игорь ни разу не навещал свою приемную мать. Ну, то есть, ей не звонил и даже с ней не общался. Смерть Альбины Семеновны все-таки выгодна риэлторам. Двухкомнатная квартира в центре. Я думаю, неплохо. Я бы копал в этом направлении. Ну, что же, направление перспективное. Вот им и займемся. Да, Альбина Семеновна Макова наш клиент. У нас заключен договор. Все оформлено правильно. А что случилось? Она умерла. Господи. Горе-то какое. Жаль. По договору после ее смерти квартира переходит в собственность Агнество, правильно? Ну, да. Нужно только оформить документы. Ну, с этим придется подождать. Квартира опечатана. Почему? У нас есть подозрение, что Альбину Семеновну убили. Скажите, вы часто ее посещали? Ну, да. Она была моей подопечной. Я заносила ей деньги по договору. Иногда выполняла мелкие просьбы. А вчера утром вы к ней заходили? Нет. Не была. Я собиралась заехать, но не успела. Альбина Семеновна просила купить ей краску для волос. А я так замоталась. Да. Да. Я поняла. Вы меня извините. Я на секунду. Конечно, ничего страшного. Продолжение следует... Так, риэлтор Ольга утверждает, что она не посещала Альбину Семеновну утром перед убийством. Хотя анализ ДНК говорит об обратном. Да, отпечатки пальцев и следы ДНК на чашке принадлежат ей, а значит, она врет. Что, Ольга? Я проверил траты Ольги по кредитным картам. Вчера в 8.45 она рассчитывалась в аптеке недалеко от дома Альбина Семеновна. А что она покупала, известно? Да, шприцы и инсулин. Так, в квартире ни шприца, ни флакон от инсулина не было найдено. Значит, преступник забрал улики с собой и, возможно, мог выбросить их возле дома. Логично. Возможно, оперативникам стоит поискать в буквальном смысле иголку в стоге сена. Да, пусть они ищут. А мы пока побеседуем с гражданкой Сумцовой. Но теперь уже на нашей территории. Да, я заходила утром к Альбине Семеновне, спросила, не нужно ли чего. Она попросила купить ей краску для волос. Мы выпили чай, и я ушла. А зачем же вы соврали нашему агенту? Потому что я испугалась. Днем я заехала, чтобы завести краску, но увидела, что квартира опечатана. А потом ко мне пришел ваш этот агент. Ну и что же? Я решила, что в первую очередь заподозрит агентство. Я виновата, что я соврала, но я не убивала. Ну хорошо, хорошо. А во сколько вы заходили к Альбине Семеновне? Я заехала перед работой. В начале девятого. А зачем же вы покупали шприц и инсулину? Вы об этом знаете. Мой отец диабетик. Я купила, а после работы завезла ему. Вы можете это проверить. Спросите у папы. Мы проверим. Я вам рекомендую пока город не покидать, хорошо? Да-да, я понимаю. Я никуда не буду уезжать. И еще. Я возьму у вас отпечатки пальцев. Кое-что у нас, конечно, есть, но нужен полный комплект. Палец предложите. Тук-тук. Так, а что ты там говорила о иголке, стоке сена? Нашли все-таки. Да. Представляешь, в урне у подъезда. Так. Посмотрим. К сожалению, отпечатков нет. Но, как мы можем догадаться, тот, кто пользовался шприцем, работал в резиновых медицинских перчатках. Вот в этих, наверное. Предусмотрительно. Ну, зачем это все оставлять у дома? Скажи, Анжелика, а теоретически, чисто теоретически, можно снять отпечатки пальцев с внутренней стороны перчаток? Шансов мало. Я сделаю все возможное. К тому же, есть шанс, что что-то могло остаться на пакете, в который все складывали. Ну-ка. Кое-что есть. Дайте мне час. Шеф, можно? Нужно. Ну, что там с уликами? На игле шприца обнаружены следы ДНК убитой. Ну, это кое-что. А что с отпечатками? С внутренней стороны перчаток отпечатки сильно смазаны. На пакете обнаружен фрагментированный отпечаток большого пальца правой руки. И на сколько фрагментирован? Очень серьезно. Все, что я могу сказать на данный момент, этот отпечаток принадлежит тому же человеку, который надевал перчатки. И есть совпадающие фрагменты. Угу. А ты можешь восстановить отпечаток? Ну, есть же какие-то методики. Я попробую, но на это уйдет время. Ну, прямо сейчас могу сказать, что отпечаток Ольги Сумцовой не принадлежит. А каким образом ты это установила? На большом пальце правой руки Ольги шрам от давнего пореза. Он проходит через всю подушечку пальца. На отпечатке с пакета. Этого нет. Ну, пока ты работала, я тоже навел справки. Оказывается, отец Ольги действительно страдает диабетом. И он делает инъекции инсулина. Ну, значит, Ольга говорила правду. Она действительно заходила к Альбине Семеновне перед убийцей. Да, ничего не поделаешь. Придется начинать сейчас сначала. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что смертельный укол Альбина Семеновна согласилась сделать по доброй воле. А почему мы так уверены? Потому что место вокруг укола обработано спиртом. Также я обнаружила небольшие частицы ваты. Значит, преступник знал, что Альбине Семеновне прописали витамины, и принимает она эти витамины в виде укола. Я тебе даже больше скажу. Они были хорошо знакомы. Ну, если он предложил ей свои услуги. Да, но поскольку Ольга невиновна, остается кандидатура только приемного сына Игоря. А почему Игоря? А каков мотив? Квартиру она отписала агентству, а по словам свидетелей, они давно не общались. Да и в смерти отца Игорь Мачехов не обвинял. Прошу, Василий. А что случилось? А вы что, об этом не знали? Хорошо, спасибо. К вам подъедет наш оперативник. А вот вам и мотивчик нарисовался. А что за мотив? Я извинил. Звонила Анна Фоменко, риэлтор агентства. Они начали процедуру оформления документов над квартиру Альбины Семеновны, и выяснилось, что... Что? Что? Игорь там прописан. Так. Ну что, компьютерный гений. После совещания зайдешь ко мне в кабинет. Мы ничего не знали до последнего момента, представляете? А теперь наследник нанял адвоката и подал на нас в суд. Понятно. А вы не проверили квартиру до того, пока оформили договор? Проверяли. Но это было год назад. И тогда в квартире была прописана только Альбина Семеновна. То есть, получается, она прописала своего приемного сына и вам ничего не сказала? Нет. Все гораздо проще. Он прописался задним числом. Две недели назад. Просто дал взятку по спортистке. И теперь получается, что он прописан в этой квартире уже полгода. То есть доказать ничего нельзя? Ну, если была жива Альбина Семеновна, все было бы гораздо проще. А так, мы знаем об этом, но доказать, увы, ничего нельзя. Скажите, а вы знаете фамилию адвоката, которого нанял пасынок Альбина Семеновна? У меня где-то было записано. Подождите. Денис Баринов. Запишите его телефон. Я не знал, что мой клиент прописался незаконно. Это просто возмутительно. А для вас это так важно? А вы полагаете, что адвокаты только о наживе думают? Считаете, что совести у нас нет? Знаете, я за годы работы встретил очень много адвокатов. И да, у меня сложился такой стереотип. Я разрушу ваш стереотип. Я не такой. Если у вас есть серьезное основание полагать, что мой клиент не только мошенник, но и убийца, я разорву контракт. Хорошо. Когда вас нанял Игорь Маков? Скажите, день. Не только день, но и час. Его звонок должен быть записан в журнале вызовов. Вот, он звонил вчера в 12.05. Хочу услышать, кто что интересное узнал о Игоре Макове. Шеф, у меня есть информация. Я навела справки в поликлинике, спрашивала, не интересовался ли кто-нибудь медицинская карточка Альбина Семеновна. И выяснила, что две недели назад Игорь Маков заходил в поликлинику. Интересовался, назначены ли его мачехе какие-нибудь препараты. Мотивировал тем, что хочет помочь с покупкой. Получается, Игорь знал, что Альбине Семеновне назначили витамины. Я узнал опять адрес Игоря Макова и посмотрел, что он хотел узнать в интернете за последние две недели. Радуй. Две недели назад, я так полагаю, сразу после визита в поликлинику, Игорь хотел узнать в интернете, как совершить убийство и не быть пойманным. Звонил Кабире. Он поговорил с адвокатом Бариновым. И кроме того, что этот Баринов развеял его стереотипы о продажности адвокатов, Баринов сообщил, что Игорь нанял его 26-го числа около 12 часов. Так что же получается? Через несколько часов после смерти Альбины Семеновны? Наши оперативники там еще работали. Он не мог знать, что его мачеха мертва. Если только он сам ее не убил. Ну что же, собранные сведения дают нам право и основания для задержания Игоря Макова. Игорь Маков? Ну, допустим. А что? Поедете с нами. Привидение из Вазостана. Жуткое, но симпатичное. Не подходи, убью. Ну, убить не убьешь, но пару дырок сделаешь. Травмат? Травмат не травмата, мало не покажется. Отвалите, я сказал. Если хочешь в меня стрельнуть, то сначала сними с предохранителя. Все, я снял. Да нет, не снял, вот посмотри. Эй! Что ж, я сам. Давай. Да, все-таки снял. Сволочь. А я еще раз вам говорю, что я никого не убивал. Ни свою мачеху, ни президента Кеннеди. Никого. Но если вы так кристально чисты, зачем же вы убегали от оперативников? Пистолетом угрожали. Так я думал, это риэлторы своих громил прислали. Но вам же показали удостоверение. Такое удостоверение подделать вообще на раз. Как и прописку в паспорт, фальшивую поставить. А чего это она фальшивая? У меня с пропиской все в порядке. Вот чистосердечное признание работницы паспортного стола Елены Чурковой. Там она подробно рассказывает, когда, за какую сумму, при каких обстоятельствах прописала у вас в квартире покойный мач. Ну, ладно. Дал я ей взятку. А что мне прикажете делать? Эти барыги в центре квартиру из-под носа уводят. А мне сидеть и смотреть? Вы решили бороться за жилплощадь? Мое право. А может быть, стоило проведывать Альбину Семеновну? Помогать по хозяйству? Поддерживать нормальные отношения? Да больно надо. Это ж не я на ней женился, а мой отец. А как вы объясните тот факт, что наняли адвоката еще до того, как могли узнать о смерти Альбины Семеновны? Вам не кажется, это подозрительно? Нет, мне кажется. Простое совпадение. Да какая мне была разница? Жива она, мертва. Меня жилплощадь интересует. Интересовала. Что? На вашем месте я бы использовал этот глагол в прошедшем времени. Интересовала. Адвокат от вас отказался. И теперь, когда доказана незаконность вашей прописки, на эту квартиру вы прав не имеете. Ну и черт с ней. Еще вопросы есть? Да, всего один. Где вы были в понедельник в десять утра? В кафе чашка. Завтракал. Кто это может подтвердить? Не знаю. Спросите официанта. Добрый день. Хотите пообедать? Мне нужно поговорить с официантом, который работал здесь утром в понедельник. может быть, хотя бы чашечку кофе? Все-таки первый клиент, который пришел. А выходит, что не клиент. Хорошо. Кофе с молоком. Одну минуточку. Спасибо. Так, может быть, поговорим насчет официанта? А это я. Я тут вообще один работаю. Бармен, официант, охранник, уборщик и замдиректора. А жена повар, бухгалтер, директор. Был у вас широкий спектр обязанностей. Зато экономно. Сами видите, посетителей не очень. Да? Тогда, наверное, вы должны были запомнить вот этого мужчину. О, да. Я его хорошо запомнил. Пришел, заказал пиво, окрошку. Потом начал скандалить. Пиво кислое, окрошка жидкая. Платить отказывался. Минут 15 с ним учился. А сколько это примерно было? Утром точно не помню. Но у меня есть камера наблюдения. Там все записано. Я посмотрел записи камера наблюдения из кафе «Чашка». Маков пришел в 9.45, сделал заказ, позавтракал, выпил пиво, потом устроил скандал и кафе покинул в 10.37. учитывая это и плюс дорога от кафе к квартире Альбины Семеновны. Маков убийцей быть не может. Мне все-таки удалось восстановить отпечаток убийцы. И это не Маков. Да, отпечаток, скорее всего, женский. Откуда вы знаете? Видео с камер наблюдения кафе подтвердило его алиби. Маков, конечно, тип гнусный, но мальчику свою не убивал. Так, нужно искать дальше. Всех тех, кому была выгодна смерть пенсионерки. Кого-то, кто был вхож к ней в дом. Да, кто-то же все-таки ей сделал укол. Если это не Ольга и не Игорь, то кто? Погоди, а ты сказал отпечаток женский? Сто процентов не дам, но исходя из своего опыта вероятность высока. Так, Игорь, нужно просить всех жильцов подъезда. Может быть, кто-то видел женщину, которая приходила к Альбини Семеновне или слышал, как она с кем-то об этом говорила. Нам нужна любая информация, любая. Сахарком? Нет, спасибо, я иду сахар. Так о чем вы хотели поговорить? Вы же были дружны с Альбиной Семеновной. Ну, конечно. Она была очень хорошей соседкой. Не вредной. И очень одинокой. Я иногда специально заходила за чем-то, чтобы поболтать в развлечии. Скажите, а она не упоминала никогда какой-то женщине, которая приходила к ней в гости? Ну, подруга или еще кто? Я могу ошибаться, но, кажется, она как-то говорила, что к ней стала ходить женщина из какого-то благотворительного фонда, что ли. Знаете, которые одиноким старикам помогают. Да, я знаю. Скажите, а ничего она больше не говорила про эту женщину? вообще-то любая деталь просто важна. Не знаю. Кажется, говорила, что ее Татьяной зовут, если я не ошибаюсь. Я смотрю, у вас стены еще не высохли? Да, высохли уже давно. Опять заливает. Там же квартира опечатана. Так, будьте дома, никуда не выходите. Я скоро вернусь. Майоров, срочно на квартиру убитой. У нас гости. у меня стойкое ощущение дежавю. Салют. Салют. Что за вселенский поток? Под кухонной мойкой кто-то сорвал шланг смесителя. Я не могу понять, что они там искали. Я не знаю, что они там искали, но я знаю, что они здесь нашли. Сахарница серебряная, помнишь? Да, такая антикварная. Ее здесь нет? Я посмотрел везде. Думаешь, ограбление? Возможно. Хорошо, тогда как ограбитель попал в том? Следов взлома нет, может быть, дубликат ключа. Ребят, посмотрите, что я обнаружила на полу, когда собирала воду. Не понимаю, зачем это? Истинное ограбление, почему не ограбили первый раз? Ну, это что? Записанная книжка с телефоном. Если Татьяна из благотворительного фонда существует, то, возможно, здесь мы найдем ее номер. Ну, что, есть что-то новое по Надиной в Альбинсменной улике? Да, в результате анализа Сергея Надиной в квартире убитой обнаружены следы ДНК, которые принадлежат женщине, но не Альбине Семеновне и не Ольге Сумцовой. Я могу предположить, что серьга была потеряна во время проникновения в квартиру. Получается, наш грабитель возможной убийцей женщины? Отпечатку не найдено? Нет, судя по всему, грабитель был в перчатках. Шеф, я вас здесь еще. В записной книжке Альбины Семеновны я нашел номера телефонов трех Татьяна. Одна из них Татьяна Маргунова. Работает в благотворительном фонде заботы. Так, вот что, через час я хочу узнать все об этой Татьяне. А самое главное, не теряла ли она в последнее время серьгу? Да. Можно? Агент Роберт Кобери, отдел 44. Я вам звонил. Проходите, присаживайтесь. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Итак, что вы хотите знать? Чем занимается ваша фирма? Это ясно из самого названия. Мы помогаем одиноким старикам почувствовать заботу, ощутить, что они не одиноки. А как это проявляется на практике? Наши сотрудники навещают стариков, помогают с домашними делами, решают различные бытовые проблемы. Также мы оказываем правовую помощь. Скажите, а когда у вас работает Татьяна Маргунова? Так вы по поводу Татьяны? Мне бы следовало догадаться. Почему? Что случилось? Ну, у нее уже была одна неприятная история, как раз вашего профиля. Ее обвинили в краже. И что украла у кого? Она ходила к одной старушке, Тамаре Марковне, помогала по хозяйству, готовила, а потом-то позвонила и обвинила ее в краже денег. А полицию вы заявили? Конечно. Только Татьяна все отрицала и следователи ничего не смогли доказать. И почему все оставили ее на работе? Ну, вина не была доказана и сотрудники за нее поручились. Я ей дала испытательный срок и, как видно, зря. Что она натворила на этот раз? Ну, пока что рано об этом говорить. Я могу с ней пообщаться? А она сегодня на работу не вышла. Сказала, что болеет. Но если вы хотите, я могу дать вам ее телефонный и адрес домашний. Спасибо, это было бы замечательно. Значит, дом оперативники Татьяну не застали? Нет, зато обнаружили вот это. Это сахарница из квартиры Анны Семеновны. И на сахарнице были обнаружены отпечатки пальцев, идентичные отпечаткам, обнаруженным повсюду в квартире Татьяны, и отпечаткам убийцы Альбины Семеновны, которые были обнаружены на пакете. Я тут справки навел на эту Татьяну Маргунову. В последнее время она нуждалась в деньгах, на ней висит просроченный кредит на приличную сумму. Выходит, у нас вырисовывается картина убийства ради нажива. Только один вопрос, а почему Татьяна не забрала эту сахарницу в первый раз? Можно предположить, что убив старушку, она денег не обнаружила, затем вернулась, чтобы поискать тщательнее. или возможно она забыла ее забрать, а затем вспомнила и вернулась. Ну чего мы будем гадать? Надеюсь, нам удастся расспросить эту Татьяну лично. Засаду дома оставили? Да, там дежурят Майоров и Германова. Вот знаешь, за что я особенно люблю свою работу? Это за то, что постоянно находишься на свежем воздухе. Еще иногда бегаешь за кем-то. Что-то не похоже она на грабителя или убийцу. Просто женщина в стол с работы. сейчас мы узнаем, откуда она возвращается. Татьяна Маргунова? Да. Если вы по поводу кредита, я вам все отдам. Вы же сами дали мне отсрочку. И не по поводу кредита. Тогда что вам нужно, я не понимаю. Вам надо проехать с нами, он там все объяснят. Можно я хотя бы домой зайду, сумки оставлю? Давайте я вам помогу. Что я? Ни от кого не скрывалась. Я была у Полины Георгиевны. Это старушка, подопечная моя. А на работе вы сказали, что больной. Я действительно чувствую себя плохо. Решила денек перележать. Но Полине Георгиевне стало плохо. Я поехала к ней. А где вы были в понедельник, 26 числа? в районе десяти утра. У Альбины Семеновны. Это еще одна старушка моя. Она на вокзальной улице живет. А что вы там делали? Да ничего особенного. Альбине Семеновне прописали витамины. Я приехала, сделала укол, потом быстро ушла. У меня была назначена встреча в банке по кредиту. А когда вы уходили, Альбина Семеновна была жива? Ну, естественно. А что? С ней что-то случилось? Почему вы спрашиваете? Вашу подопечную убили, сделав ей укол инсулина. И у нас есть все основания полагать, что это сделали вы, Татьяна. Какой инсулин? Я колола ей витамины уже больше недели. Вы с ума сошли? Вы узнаете эту серьгу? Похоже на мою. откуда она у вас? Вы нашли ее в квартире убитой. Эти сережки лежат у меня в серванте в коробочке. Как она могла там оказаться? Возможно, вы ее обронили, когда вернулись, чтобы украсть сахарницу. Какую сахарницу? Я ничего не понимаю. Я никого не убивала. Это какой-то бред. Этого не может происходить наяву. послушайте, здесь какая-то ошибка. Я действительно колола Альбине Семеновне витамины. Если вы мне не верите, я могу вам показать упаковку и пустые пузырьки. А вы их храните. Мне же нужно отчитываться. Можете сделать анализы или как там у вас. Я никого не убивала. Все фи Татьяны на работе действительно были обнаружены пузырьки с витаминами. Полный курс. Часть из них пустые, а часть полная. Кроме того, на пузырьках проставлена дата инъекций. Так, Анжелика, а что было в пузырьке, из которого Татьяна делала укол в понедельник? Инсулин. Я исследовала этот пузырек и обнаружила, что пробка была прокол трижды. Один раз ее прокололи для того, чтобы выкачать содержимое. Второй раз, чтобы наполнить инсулином. А третий раз, чтобы сделать укол? Совершенно верно. Но кроме отпечатков Татьяны, на пузырьке я обнаружила отпечатки еще одного человека. То есть, которого по базе ничего не дал. Но затем я решила сравнить этот отпечаток с отпечатками всех фигурантов дела. И что, есть совпадение? Да. Отпечаток принадлежит Игорю Макову. Вот такой рот. Игорь Маков. Вы как? Держитесь? Скажите, Татьяна, вам знаком вот этот человек. Да. Это Игорь. Мы познакомились месяц назад. У вас какие-то отношения? У нас были отношения. Он уехал из города. Куда? Куда-то далеко. Он геолог. Будет в экспедиции целых полгода. А при чем здесь Игорь? Скажите, а он был у вас дома? А конечно. И на ночь оставался. Мы взрослые люди, так что... А когда он был у вас в последний раз? В воскресенье. Где в это время находился пузырек с витаминами? В моей сумочке вместе со шприцами, перчатками. Утром я должна была ехать к Альбине Семеновне. Ну вот. Вы что? Думаете, что это Игорь? Ваш геолог Татьяна врал вам наглым образом. Это приемный сын Альбины Семеновны. А теперь ему предстоит более длительная и суровая поездка. Семеновне. Никогда не надо недооценивать женщин. Уж поможешь? Помогаю. Кто не поймешь, то помоги, то не помоги. Игорь Маков сознался в убийстве своей мачехи Альбины Семеновны. И мы теперь можем, так сказать, воссоздать полную картину преступления. Игорь Маков не любил свою мачеху Альбину Семеновну, зато очень любил деньги. Он часто себе представлял, как разбогатеет, когда получит наследство квартиру в центре города. А потом понял, что квартирка из рук уплывает? Да. Время времени он следил за статусом своего наследства, за состоянием здоровья у своей мачехи Альбины Семеновны. А когда узнал о договоре о пожизненном содержании между агентством и Альбиной Семеновной, очень разозлился. Настолько, что решился на убийство. Да. Очень изощренно. Он познакомился с Татьяной, а перед этим он следил за ней и знал, что Татьяна входит к Альбине Семеновне и даже знал, что она делает ей уколы. Он подгадал специальный день и попал к ней домой именно тогда, когда она собиралась идти к пенсионерке. Он подменил содержимое ампул, заменив витамины на инсулин. Про убийство инсулином он прочел в интернете. Да. Я считаю, что это большой минус в свободном распространении информации. Так вот, он пришел в кафе и сел так, чтобы его лицо попало в камеры наблюдения. Затем устроил скандал, чтобы его запомнили и в случае чего подтвердили его алими. Ну вот, я же говорил, театр одного актера. Игорь был уверен, что сделал все безошибочно. А так оно и было. Если бы тело не обнаружили в течение нескольких дней, наличие инсулина в крови доказать было бы невозможно. Да, если бы Альбина Семеновна не решила помыть чашки. А когда Игорь понял, что мы знаем, что Альбину Семеновну убили, мало того, и мы знаем даже, как это сделали, он запаниковал. Он решил подбросить дополнительные улики против Татьяны и был уверен, что получив эти улики, мы перестанем сомневаться и предъявим Татьяне обвинение. Но его ждал сюрприз. Привычка Татьяны сохранять использованные ампулы. Да, вынужден согласиться. Иногда педантизм и скрупулезность бывают очень полезны. Особенно при выплате заработной платы Венеми. Дело закрыто, как говорится, и может направляться в архив. Как всегда, хорошая работа, агент. Молодцы. нужно терапевт, отдыхать. Это что ж такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странные у людей фантазии такие. Вот интересно, для чего они это все сделали? Не знаю, для чего они это сделали, но от этого запахом мне глаза лежит. Судя по всему, тела здесь находятся два или три дня. Причина смерти? Возможно, яд в еде. Не могу пока точно сказать, экспертиза покажет. Тут создали из тел инсталляцию семейного ужина. Скорее всего, это что-то личное. Возможно. Тела обнаружил работник Жека. Он сказал, что когда пришел снимать показания с счетчиков, что двери были уже открыты. Угу. Я на замке не обнаружила следов взлома. Это о чем говорит? О том, что они сами впустили убийцу. То есть, они его знали. А это, кстати, поддерживает твою версию про личные мотивы. Не знаю, опять же, что это поддерживает, но от этого запаха у меня сейчас голова просто лопнет. А что это такое? Что это? Они между собой связаны веревкой под столом. Привет. Как дела? Даже не знаю, что сказать. Вот когда ревнивая жена убивает мужа, это плохо, конечно, но хотя бы объяснимо. А когда сталкиваешься с подобным, даже не знаю. Они давно мертвы? Трое суток. И причиной смерти был не яд, как предположили оперативники. А что? Убийца проткнул жертвам головной мозг через ушной проход длинным предметом. Я думаю, это была отвертка. Кошмар. А затем поместил в уши пробки, чтобы кровь не вытекала. Понятно. А что еще? У женщины на виске есть небольшая круглая гематома. Похоже, к виску прижимали дуло пистолета. Невероятнее всего, убийца хотел таким образом контролировать мужа. Да, да. Затем, после убийства, он усадил жертв на стул и примотал к рукам столовые приборы. А тела связал веревкой под столом. Этот убийца должен быть очень сильным человеком, если усадил тела. Они весят по 70 килограмм. А может, он убил их сидящими? Нет, нет. Кровь убитого есть на полу, вдалеке от стола. И потом, когда он проткнул ухо, тело билось бы в конвульсиях и не удержалось на стуле. Ужас, ужас. Ладно, работаем дальше. Вениамин? А, ты уже здесь? Это что? Ну, данные о занятиях благотворительностью Марковых. Во как. Ты посмотри, посмотри. Ну, что там? Пара убитых. Сергей и Елена Марковы. Обоим по 40 лет, женаты около 7 лет, оба вторичны. Так, род занятий? Он работал дома, литературный редактор. Она администратор в магазине женской одежды. Они не богачи, но при деньгах. Как я вижу, судимости у них не было. Да, судимости нет. Вообще темных пятен нет. Вполне добропорядочные люди. Даже благотворительностью занимались. Ты компьютер их проверил? Ну, конечно. Ну, все как обычно, ничего подозрительного. Да, ничего подозрительного. Темных пятен нет, но тем не менее их убили. И довольно изощренно. Интересно, почему убийца выбрал именно этих людей? Может быть, это маньяк? Да ну, проще простого все списать на работу маньяка. Тем более, даже маньяки руководствуются определенной логикой при выборе жертв. Ну, это да. Да. У Елены Марковой на работе есть некая Любовь Семакина. Судя по страничке в социальной сети, она ближайшая подруга. И, кстати, мы еще с ней не говорили. Ну вот, и поговорите. Я думаю, что ближайшая подруга должна знать о тех скелетах в шкафу, которые мы пока не видим. Да, у меня как раз есть минутка. Я могу с вами поговорить про Лену. Вы извините, пожалуйста, что нам приходится вас дергать, но нам необходимо... Что вы, это нормально. Вы должны как можно быстрее найти и наказать того, кто мог совершить такое. Лена и Сережа были такой прекрасной парой. Хорошо, скажите, у Елены были конфликты на работе? Нет, что вы, Леночка была очень мягким человеком, все ее очень любили. А как узнали про это, просто как воды опущенные. Скажите, может, вы знаете о ее каких-то проблемах? Может, что-то странное происходило в ее жизни в последнее время? М-м-м, кажется, нет. Нет-нет. Хотя... А, нет, точно нет-нет. Понимаете, сейчас любая информация может быть очень важна. Так что говорите, пожалуйста. Вот вы знаете, первый муж Леночки, Вадик, вот кто был настоящий гад. Если бы вы меня спросили, кто мог навредить Лене и Сереже, я бы с уверенностью ответила, только он. Вадика, фамилия? Вадим... Вадим Гольцев. Он постоянно пил, все время Леночку избивал, изменял ей. В общем, просто сволочь последняя, понимаете? Ну, вот только вряд ли он мог бы, потому что он сейчас в тюрьме находится. В тюрьме? Да. За нападение на женщину. И что, давно он там сидит? Вот уже лет семь. Леночка вышла замуж сразу после того, как он сел. Что у тебя поборцовало? Слушай, ты знаешь, кто такой Флэш? Друг Флэшки, что ли? Ну, не знаю. Это супергерой американских комиксов. Он обладает способностью передвигаться со скоростью света. Так, и что? Так вот, я не он. Я информацию от оперативников получил точно так же, как и ты. Десять минут назад. Хорошо, это досье на него? Да. Так, у него были приводы за бытовое насилие и пьяные разборки. Трижды был уволен с работы. За что сидит? Нападение на женщину с ножом. Изнасилование? Нет, ограбление. Женщина ранена не была. Так, ну и сколько ему еще сидеть? Сейчас. А не сколько? Он вышел из тюрьмы по УДО неделю назад. Вот оно что. Ну и где он сейчас? Живет в социальном общежитии для освободившихся заключенных, которые не имеют своего олия. Да, то еще местечко. Нужно туда наведаться. А что без стука? А мы стучали. Ну разве в этом балагане достучишься? Ну ясно. И что надо? Мы ищем вашего соседа. Вадима Кольцева. Знаете такого? Кто? Вадя топор. Так и нет его. Мы это видим. Где он? А я не в курсах. Он шмотки собрал и свалил. Рожа довольная была. И чем же он так был доволен? А тем, что вопрос его решил. Какой вопрос? Вадь, да вам все надо знать. Вадя, как из тюрьмы откинулся неделю назад, так сразу интересоваться начинал своей бывшей. Ну женой своей сечете. Ну это мы и знаем, понимаем. Дальше. А как узнал, что у нас из другого выскочило, так сразу взбесился, он чуть стенку не проломил. Я говорю, не гони тут, а он... И что потом? А потом, ну дня три назад пришел, довольный такое. Сказал, что вопрос уладил, потом свалил. Хорошо. Спасибо вам за информацию. Ашлик, тебе передали отпечатки Гольцева для сравнения? Да, есть совпадение. Отпечатки Гольцева были обнаружены в квартире Марковых. Ну и что, он, бывший муж Елены, мог бывать не раньше? Нет, не мог. Потому что Марковы переехали в эту квартиру уже после ареста Гольцева. Так что же получается? Он бывал в квартире Марковых уже после своего освобождения? А затем сказал своему соседу по общежитию, что уже решил вопрос со своей бывшей женой. И кажется, мы знаем, как именно он его решил. А после собрал все вещи и уехал. У нас есть информация, что такой человек страну не покидал. Но он может скрываться в любом другом городе. А автостопом добраться до любой точки, ему даже не придется светиться с билетами. Гольцев в никакой другой город не направлялся. Есть информация, что он находится в городе. Я снял для себя маленькую квартирку в одном из спальных районов на свое имя. Юрис, ну откуда деньги? Ну вот у него и спросим. Оперативникам я адрес уже передал. Вадим Гольцев? Здравствуйте. Ну просто зрение плохое. Стоять! Все, 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 все. Все, все. Вадим Гольцев, вы задержаны по подозрению в убийстве Елены и Сергея Марковых. Всего? Что, охренели? Слушайте, это хрень какая-то. Я всю дорогу вашим людям говорил. Я не имею понятия, кто завалил Ленку. Завалил? Это вы так о своей бывшей жене говорите? Ну, а как сказать, замочил, пришил. Понятно. Не я это, понимаете, не я. В ее квартире найдены ваши отпечатки Пальцева. Это значит, что вы там были. Ну так я и не отрицаю, был. Когда, зачем? Три дня назад я как только освободился, первым делом хотел Ленку увидеть. Но как узнал, что она по-другому, ну, с другим, короче. Это мы знаем. Вы еще сказали соседу, что решили вопрос с бывшей. Что вы имели в виду? Это я про бабло говорил. Про деньги какие? Узнал я, где живет Ленка. Ну, хотел прийти к ней поговорить, чтобы вернулась. Ну, а там новый у нее этот муж. И вы на них напали, так? Да нет же, говорю. Я когда пришел, а этот фраер мне сразу, ну, предложил эту, как компенсацию. Ну, типа, чтобы я взял деньги. Я знаю значение слова компенсация. Ну вот, он мне сразу предложил пятерку зелени, но я ей прозрел. Сразу хату снял. Ну, чтоб вообще я не маяться. Хорошо, скажите, где вы были три дня назад? В воскресенье. Около семи часов вечера. Да не помню я. Я как раз хату снял. Может, там и висел. Может, телек смотрел. Может, бухал. Не помню. Ладно, историю вы рассказали грамотно, но алиби у вас нет, так что побудете здесь в ближайшие 72 часа. Деньги. Извини, пожалуйста, я немного задержался. Что у нас? Вот. Антон и Юлия Родионовы. Позвонила племянница, решила в гости зайти. Двери были открыты, да? Нет, закрыты. У нее были ключи, а она сначала подумала, что Родионовы просто спят. Ну, на первый взгляд, так оно и выглядит. Подожди, а это что? Клей? Да. Они приклеены друг к другу универсальным клеем. Да, первую пару он связал, вторую пару он вообще склеил. Обрати внимание на ухо. Пробка. Они убиты так же, как и Марковы. Причем недавно, прошло не более суток. Как понимаем, Гольцев к этой паре не имеет никакого отношения. Правильно понимаешь. Скажи, пожалуйста, когда ты перестанешь опаздывать? Я не опаздываю. Я задерживаюсь. Доброе утро. Доброе утро, Николай Алексеевич. Сюда желательно ничего не ставить. Так, извини. Ну что, какие новости? Ну что, могу сказать, смерть наступила 30 часов назад в результате повреждения головного мозга через ушной проход. Значит, можно сказать, что это делал тот же самый убийца, что и в предыдущем случае? Думаю, да. А что еще? Тела были склеены очень тщательно. Убийца использовал универсальный клей, так что патологоанатома, который будет готовить тела к захоронению, придется потрудиться. Ага. А отпечатки? Сняли несколько, но пока совпадений нет. А еще у женщины была сломана рука. И это произошло уже после смерти. А зачем он это сделал? Ну, вероятнее всего, это произошло в момент, когда он делал свою эту инсталляцию и выкладывал тела. Видимо, он достаточно физически развит и не рассчитал усилия. Слушаю. Вот вторая пара. Это Антон и Юлия Родионова. Им по 35-30 лет. Соответственно, оба преподают в университете. Ну, а есть какая-то связь между ними и семьей Марков? Нет, их ничего не связывает. Семьи совсем разные. Марковы при деньгах, Родионовы живут скромно. Я не понимаю, почему маньяк выбрал именно эти семьи. Что, мы опять вернулись к версии о маньяке? Ну, а почему нет? Серийность преступления налицо, отсутствие прямой мотивации. Ну, ладно. Насчет мотивации нужно еще покопать. Итак, что мы имеем общего в преступлениях? Обе инсталляции изображали тихую семейную идиллию. Видимо, убийца на этом зациклена. Хорошо. А что еще? Вы уверены, что никто из членов семьи нигде никогда не пресекался? По крайней мере, мы пересечения не обнаружили. Ясно. Я думаю, что нужно поехать в университет и поговорить с коллегами. Кстати, заведующий кафедрой исторического факультета близкий друг Родионова. Ну, ну, и прекрасно. Значит, надо с ним поговорить. Но если и там будет пустота, тогда уже сможем обсудить версию о маньяке. Хорошо. Да, и вот еще что. Каптан считает, что преступник, мужчина крупного телосложения и развит хорошо физически. Это пригодится. Здравствуйте. Дмитрий Норин? Да, это я. Ну и к вам по поводу Родионовых. Вы же знаете, что произошло? Да, конечно. Это кошмар. Убийство. Как такое бывает вообще? Ну, вы можете охарактеризовать семью Родионовых? Прекрасные люди. Тихие, спокойные. То есть никаких конфликтов у них не было? Никаких конфликтов нет. Это я могу смело сказать. Юля преподавала у меня историю на факультете, Антон музыку. Так, я так понимаю, что вы с Антоном были друзьями. Он мог с вами поделиться. Может быть, у него были конфликты вне работы? Ну, если были, то он ничего такого не рассказывал. Вы знаете, они были миролюбивые люди, со всеми находили общий язык. Кстати говоря, Антон занимался репетиторством. Репетиторством? Он давал уроки разным людям. В его кабинете лежит журнал с его расписанием. Я кого-нибудь могу попросить принести его вам. Да, это было бы замечательно. Большое спасибо. Хорошо, немыслимо. Немыслимо. Очень интересно. Судя по характеристикам коллег, у нас две замечательные семьи, которые почему-то кому-то навредили. Ну, если придерживаться версии Тостунова, я по поводу версии маньяка, кстати, я поддерживаю эту версию, то тогда ничего необычного здесь нет. Объясни. Маньяки это люди ущербные в основном, поэтому он и выбирает семьи, которые олицетворяют порядочность и миролюбие. Понятно. Вот, простили вам передать. Спасибо. Так, график занятий, Родионов. Ух ты, в списке учеников Антона Родионова есть Елена Маркова, жена из первой семьи. Я не думаю, что это просто случайность. Ну что? Ну, боюсь, версию о маньяке придется пока подвинуть. Так, то, что мы нашли небольшую связь, это еще не означает, что нужно отбросить эту версию. Ну и что, ну, учил Родионов эту Маркову на фортепиано. Ну и что? Когда агенты передали, какая есть связь между Антоном и Еленой, я копать начал детальнее. Ну? Их что, связывает не только музицирование? Они оба проходят свидетелями по делу о ДТП со смертельным исходом. Так, а почему же ты раньше этого не заметил? Я надеюсь, не прямая связь? Нет. В том деле, Елена Маркова проходит под девичьей фамилией, ну, чтоб лишний раз не светиться. Детали расскажи. В общем, после очередного занятия в доме Родионовых, они выходят на улицу и видят, как мужчины сбивают женщину. Но уезжают. Они запомнили номера? Не только номера, они запомнили лицо водителя. Денис Яровой. Вот он. Вот что, Веня, мне нужна фамилия прокурора по этому делу. Я организую встречу и думаю, что он расскажет все детали. Да. Лихо, конечно. Но у Жулирова действительно убрал свидетелей. Есть доказательства? Пока нет. Мы только вчера стали его рассматривать как подозреваемого. Давайте поговорим о Джеле. Где сейчас Яровой? Ну, после ареста его освободили из-под стражи под залог. Но до конца судебного процесса он не может покидать страну. А судебный процесс уже начался? Нет. Мы только закончили следственное действие. А дата вступителем его заседания назначена на следующей неделе. То есть, получается, свидетели должны были выступить в суде, да? Да. У нас есть их предварительные показания, но на суде они должны были рассказать все и опознать Ярового. И после этого его посадили, без сомнений. у него уже были штрафы за превышение, а тут ДТП и побег с места аварии. Я вас попрошу, если у вас будут доказательства его причастности к смерти свидетелей, дайте мне знать. Я его упеку пожизненно. Хорошо. Я только одного не могу понять. Зачем было убивать еще и супругу? И зачем было так и защищаться с телами? Ну, этого я с ним. Обещаю. Продолжение следует, Николай Федорович. Да, присаживайся. Ну что, как успели по Яровому? Мы проверили по указанному адресу он не проживает. Понятно. А это уже является нарушением выхода под залог. Некоторое время назад он устроился охранником в клуб. Ну что, там должны знать нынешний адрес Ярового. Но если он причастен, то уже подался бега. Да. Ну, с другой стороны, зачем ему убегать сейчас? Он от всех связей избавился. Ему ничего не угрожает. Ну, может, все-таки улики остались? Может, нервничать начал? Вы ориентировку разослали? Конечно. Ну что, нужно проверить, совпадают ли отпечатки пальцев Ярового с отпечатками пальцев на деньных в квартирах жертв. Уже проверили. совпадение у меня. Молодцы. Понятно. Есть еще телефон Ярового, но он не отвечает. Черных подал запрос оператору на исходящие звонки, так что, пока ждем. Вот что, Игорь, как только будут какие-то зацепки, сразу мне сообщи. Хорошо. Я бы сам хотел знать, почему Яровой третий день не появляется на работе. Что такое, часто случается? Ну, он не отличался пунктуальностью, но чтобы три дня прогулов, мы такого не допускаем. Он уволен задним числом. Пока он работал, как себя вел? Да плохо вел себя. Плохо. Мог выпить на работе, а это неприемлемо. У нас все-таки ночной клуб, а не кабак какой-то. Вот, кстати, его шкафчик, если вы хотите, я могу его открыть. Да, пожалуйста. А вы знаете его адрес? Нет. Нет, не знаю. Вы можете забрать его вещи, а если он явится, я скажу ему, чтобы он забрал их у вас. Да, хорошо. А что вообще на твоем? Мы ведем расследование, детали на меня разглашаются. Вы знаете, меня вовсе не удивляет то, что вы им интересуетесь. Он тот еще тип. Угу. Смотри. Маркова и Родионова. Адреса и фамилии. Я думаю, что это уже прямая улика. Леня? Что? Хочешь узнать, получил ли я ответ по исходящим звонкам Ярового? Точно. Получил. Хочешь узнать, есть ли там? Да, хочу. Давай без прелюдии. Ладно. Есть звонки. Он набирал номер Елены Марковой и Антона Родионова. Так, а на работе у него оперативники обнаружили блокнот, в котором записаны адреса жертв. Ну вот и все. А больше его нам и не нужно для его задержания. Да, но вот у меня другой вопрос. Если он собирался их убить, зачем звонил? Ну, явно же не предупредить их об этом. А мы у него и спросим, когда задержим. Окей? Погоди, я проверил его банковскую карту. У него было немного денег, но неделю назад он все снял. Ну вот, все сходится, видишь, деньги нужны ему для побега. Это да. Да. Спасибо, понял. Ну вот, видишь, есть отклик на ориентировку. Сейчас Яровой спустился в метро и едет по красной ветке. Денис Яровой, остановитесь. Если вы будете бежать или оказывать сопротивление, мы будем вынуждены стрелять. Ну и на каком основании меня задерживают? Вы подозреваетесь в убийстве Елены и Сергея Марковых, а также Антона и Юлии Родионовых. Их всех убили? Пойдем с нами. Ну понятно. Поехали. И так, для начала я не имею отношения к убийству этих людей. А вот улики говорят об обратном. Какие улики? Записи с адресами жертв вашем блокноте. Звонки на их телефоны. И потом у вас был мотив необходимый, чтобы они замолчали. Ну и что можете сказать на этот счет? Я не имею отношения к убийству этих людей. Я так понимаю, разговора не будет. что-то. Да, я искал встречи с ней. Но не для того, чтобы убивать. А для чего? Я хотел договориться, денег им предложить, помочь, вопросы какие-то порешать. Ну, вы понимаете. Я так понимаю, что дальше? Они оба не захотели со мной общаться. Но я решил на время затаиться. Я в тюрьму не хочу. Что вы делали вчера в 10 часов вечера? Я в магазине был, я точно это помню. Он закрывался. Я сумку покупал. Ладно, это мы проверим. Добрый день. День добрый. Чем могу помочь? Так, нам необходимо знать, приходил ли к вам вот этот вот человек в среду в 10 часов вечера и покупал ли он у вас спортивную сумку. Так, а это, чек он сохранил? Если бы он сохранил этот чек, мы бы вас не беспокоили. Ну, это да. Хорошо. Я могу вам показать запись из камер. Хорошо, будь любезна. Да. Так, среда, говорите, да? Так, вот, смотрим. Вот. Да, он, спасибо вам большое. За что? Прошу. Он был на записи. Значит, убийца не яровой. Я знаю. Откуда? Только что из офиса звонили. Так. Нашли еще одно тело. Почерк тот же. Ну, все. Теперь версию Толстунова о маньяке точно никто не сможет опровергнуть. Поехали на место. Это что, любовный роман? Угу. Обычно такие читают домохозяйки. Он убил собаку. Я так понимаю, это дополнение к общей картине. Я думаю, что этот человек одинок, и вот так выглядит его идеальный мир. Телевизор, книга и собака у ног. А ты видела у него в ухе пробка? Конечно, видела. Есть что-то поинтереснее, напоминание на сегодня. Доктор Шестак в 14.30. Да, пол третьего в доктору Шестаку он уже не попадет. Слушай, доктор Шестак, это уже что-то. Подумаю, что с ним надо переговорить. Ну что, я зову медиков, пусть забирают тело. Как дела? У меня все отлично. А это Дмитрий Жизнев. 43 года, не женат и никогда не был. Он и его собака убиты так же, как и предыдущие жертвы. Понятно. И как давно? Вчера вечером около 9 часов. Убийца примотал скотчем к его руке обычный дешевый любовный роман. А это могло нести какое-нибудь послание? Скорее всего, нет. В квартире Жизнева таких романов полно. Он явно увлекался подобным чтивом. Я думаю, что убийца просто подчеркнул деталь быта жертвы. Опять мы имеем инсталляцию идеального вечера. Только теперь в качестве пары у него выступает четвероногий друг. К сожалению, да. Отпечатки из квартиры Жизнева пока ничего не дают. Работал он в консалтинговой фирме. Ну а что с биографией? Все в порядке. Проблем с законом не было. Характеристики хорошие. А с коллегами как? Все нормально. Коллеги характеризуют его как человека трудолюбивого, но слегка нудного. Но я считаю, если он 43 года так и не женился, нудным он был не слегка. Это пока все? Да, пока все. А, на сегодня он был записан к врачу. Черных сейчас выясняет, что за врач и что лечит. Хорошо. Спасибо. Я, конечно, не очень хочу говорить избитую фразу, но я все-таки ее повторю. Я же говорил... Ты о чем? Как ты о чем? О маньяке. Я сразу сказал, что не нужно искать связь. Мы имеем дела с маньяком, серийным убийцей. И по-твоему он убивает без разбора? Нет, ну естественно не без разбора. Конечно же он чем-то руководствуется при выборе жертв. Я имел в виду, что между самими жертвами связи искать не нужно. Думаешь? Конечно. В таком случае, как ты объяснишь, что все жертвы ходили к одному семейному психологу. Разве это не связь? Так, а вот тут поподробнее. В телефоне у Дмитрия Жизнева последней жертвы было напоминание, что его ждет некий доктор Шестак. Я проверил, что это за доктор. И им оказался семейный психолог. Да, тогда я покопал еще и увидел, что в списке исходящих звонков семьи Марковых первых жертв есть номер этого доктора. Хорошо. Ну а что Родионова? Я проверил выписку по их банковской карте среди транзакций есть оплата на счет клиники, где работает доктор Шестак. Это лишь подверждает, что убийца маньяк. Ты что, думаешь, что доктор Шестак удивил своих пациентов? Ну, он семейный психолог, а все эти трупы изображали семейную идиллию. Однозначно в этом есть какая-то связь. Да, может быть, может быть. Так, Вень, а ну покажи-ка мне фотографию этого доктора Шестак. Интересно, как он развит физически. Прошу. Любите желать. Что? Доктор Шестак женщина? Меня вообще терзает смутное сомнение. Способна ли эта дюймовочка вообще на подобное деяние? Ну, в любом случае с ней надо поговорить. Что именно вас интересует? Нас интересует, что входит в вашу работу. Я семейный психолог. Ко мне приходят пары, у которых возникли разногласия. я помогаю им решить и снова стать счастливыми. Получается, вы работаете только с семейными парами, правильно? Нет, не всегда. Ко мне иногда приходят люди, которые не нашли свою вторую половинку. Я помогаю им выйти из депрессии. Например, как Дмитрий Жизнев. Да, есть у меня такой пациент. это что вас интересует именно Жизневе? Нас интересует не только он, также нас интересует семья Родионовых и семья Марковых. Этих людей я тоже хорошо знаю, это мои пациенты, но я хочу вас предупредить, то, с чем они ко мне сюда приходят, это конфиденциально. Нет, мы это понимаем и нас это не интересует. тогда что? Нас интересует, ведете ли вы запись беседы? Да, веду. Как вы думаете, у кого-то есть доступ к этим записям? Нет, это исключено. Они находятся под паролем, который знаю только я. Другими словами, вы хотите сказать, что кроме вас никто не знает о том, что эти пары приходили к вам и тем более о том, что они здесь говорили, так? Да. Ну, конечно, если они сами о себе не рассказывают другим, а могу я поинтересоваться, почему именно вы интересуетесь моими клиентами? Люди, о которых мы спрашиваем, были убиты в течение этой недели. Мы расследуем эти убийства и связь, которую мы обнаружили, извините, привела нас к вам. извините, извините, но мы обязаны вас спросить, где вы были вчера вечером около 21 00? Я была дома со своей семьей, и муж это может подтвердить. что ж, Ирина, спасибо вам за предоставленное время. Честно говоря, я ошарашена. Вы мне, конечно, подробностей не расскажете. Сейчас идет расследование, детали мы не можем разглашать. Это понятно. с клиника сюда. А чьи это рисунки? Ко мне часто приходят семьи, у которых нет контакта с детьми, и вот это их рисунки. Скажите, а вот эти вот рисунки чей ребенок нарисовал? А, это не совсем ребенок. Ну, точнее, ребенок. Это мой брат Леонид, ему 34 года, но у него форма поведения, как у семилетнего ребенка. Объясните, пожалуйста, поподробнее. Ну, он болен, у него расстройство психики. И я с ним работаю, но, к сожалению, ему ничего не помогает. Хорошо, он часто здесь бывает? Ну, иногда. Я ему разрешаю посидеть, пока беседую с пациентом. Он сидит в уголочке, рисует. Ну, пациентов, по-моему, это не смущает. Не смущает, говорите? Слушаю вас. Что там с этими рисунками, а? А то Кабири так спешил мне рассказать, что половину не помню. В клинике, где работает доктор Шестак, были обнаружены рисунки, похожие на детские. Рисунки в точности копировали инсталляцию из мертвых тел, которую делал наш убийца. В частности, это одежда и детали интерьера. Да, но лишь убийца может это знать. Именно так. Автор рисунков умственно отставает брат доктора Шестак, Леонид Ульев, который присутствовал на всех беседах доктора со своими пациентами. Я проверил его историю болезни. Его заболевание называется расстройство личности и поведения. То есть, физически он здоров, но его мировоззрение как у семилетнего ребенка. А что, по заключению психиатров, его не нужно изолировать от общества? Ну, а какую опасность может нести семилетний ребенок? Считается достаточным, что за ним присматривает его сестра психолог и мать. Похоже, психиатра можно будет пересмотреть свои взгляды. пациентами Вы хотите чаю? У меня есть специальные специи. Нет, спасибо, нам бы о вашем сыне поговорить. Ой, ну, что я говорю. Какие специи? Совсем уже. Я имела в виду сладости. Анна, где ваш сын? Ленечка? А что еще сына я? Ну, я хотела еще мальчика. Муж сказал и одного имбецила в доме достаточно. Скажите, а где сейчас Леонид? Имбецил. Слово такое некрасивое. Ленечка у меня просто человек тонкой души. Он любит помогать людям. и часто это делает вот и сегодня. Что именно сегодня? Именно сегодня вечером он собирается помочь каким-то людям. Каким людям? я не знаю. Иру. Анна, когда мы можем поговорить с Леонидом? Он такой сильный, хоть и худой. А Ленечка он сказал, что сегодня будет поздно. Сказал, чтобы я ложилась и не ждала его. Ну, как я могу не ждать? Я же мать, и потом мои мигрени, они уж точно не дадут уснуть. А не собирается ли он сегодня помочь новой паре? Спасибо, Анна. Можно? Да, ну что, говори, ты нашел Ульева? Почти. Запрос отправил. Какой запрос? Я проверил всех пациентов шестак, на консультации которых присутствовал Леонид Ульев. Таковых оказалось пять семей. Пять, это уже с учетом тех, кого он убил? Да, осталось две семьи. Я понимаю, что время не терпит. Он может наведаться в любой момент к одной из этих семей. Понимаю. Значит, мы откладывать не будем. Отправляем оперативников к обеим семьям. Да, но проблема в том, что мы адресов не знаем. У шестак адресов этих семей нет. И телефоны их тоже не отвечают. Бред какой-то. А куда же ты отправлял запрос? Данные по геолокации. Пытаюсь вычислить эти телефоны по GPS, но ускорить процесс я не могу. Все. Ну что, ничего не поделаешь. Так ты все же не хочешь поговорить. О чем говорить? И так все понятно. Доктор Шестак советует разговаривать. Зачем мы ходим к ней, если ты не слушаешь ее советов? О, давай, давай. Я всегда во всем виновата. Тебе не показалось, что дверь открылась? О, ну, вот опять. Ты слушай какой-то шум на площадке, а не меня. Толку разговаривать? Марта, ну сколько можно ты меня достала. Прекрати. Я пришел помочь. Встать. Встать, я сказал. Опусти ствол. Я пришел помочь. Опустите оружие. Больно. Черт. Здрасте. Извините, что побеспокоили. Всего доброго. Маркуйте. Совет на любовь. Всего доброго. Психология, конечно, штука тонкая. Видите, врачи решили, что Ульев может жить среди людей. И ошиблись. Да. Наш Толстанов был прав изначально, что мы имели дело с маньяком. Но всегда полезно прорабатывать все версии. Просто сами действия убийцы натолкнули меня на мысль о его ненормальности. Как по мне, так человек, совершающий преступление, уже ненормальный. Это да. И самое интересное, что пациентов доктора Шестак, которые приходили к ней на консультацию, не смущал посторонний человек в кабинете во время консультации. просто они были слишком зациклены на себе и на своих проблемах. И потом они видели, что он неполноценный и просто закрывали глаза на его присутствие. А он слышал все их проблемы и видел в них себя. Он ведь тоже рос в проблемной семье. Вполне возможно, что он искренне считал, что убивая их и делая подобные инсталляции, он как бы сохраняет их семейную идиллию. Это да. Наверное, он так и не понял, что сделал что-то плохое. Но самое главное, что мы его остановили. Ведь, как говорится, замазка счастья, несчастья не спрячешь.